Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости телепроекта Дом-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылку смотрите ниже, в описании к видео. В городских квартирах состоялись съемки очередного ток-шоу. На нем обсуждали следующие темы. Во-первых, поговорили об отношениях Тимура Гарафуддинова, Саши Харитонова и Кристины Лисковец. Саша бросила Тимура, переехала в женскую спальню, а он вернулся в мужскую. А в скором времени Тимур улетает на Сейшелы, сначала один, но потом он позовет себе кого-нибудь наверняка. Кристина Желисковец не может успокоиться, она продолжает добиваться Тимура. Она просит своих поклонников сделать для нее видео на 2-3 минуты с самыми трогательными моментами из их с Тимуром истории. Также на ток-шоу обсуждались отношения Кости Ивановой и Саши Гозиас. Она пожаловалась, что он постоянно ее избивает, а Костя пожаловался, что она ведет себя неподобающе, не как девушка, она постоянно грубит и ругается. Также на ток-шоу обсудили треугольник Лизы с Шарохи, Кати Гужвинской и Вовы Гауди. Как вы помните, Вова постоянно мечется от одной девушки к другой, но сейчас он якобы определился наконец и находится в паре с Катей. Скоро на проект приедет мама Лизы с Шарохи, она будет ухаживать за ней после операции по увеличению груди, а также она хочет помочь своей дочери разобраться в любовном треугольнике. Сам Вова уехал в свой родной город. Как он пишет, еду разобраться в себе, увидеть сына и пообщаться с родителями. Из известных людей на ток-шоу была приглашена Ольга Орлова. Она исполнила грустную песню, посвященную своей подруге Жанне Фриске. Алекс Гулиев устроил очень красивый романтик для Русланы Мишиной. Он пишет «Я и не подозревал, что во мне живет романтик. Вся эта красота была для Русланы. Надеюсь, тебе все понравилось, моя хорошая». А на Сейшелах Марина Африкантова помирилась с Андреем Чуевым. Андрей всячески заглаживает свою вину. Сначала он устроил шикарный романтик для своих женщин, а теперь устраивает для них поездку на виллу. Напомним вам, в чем же была вина Чуева. Во время съемок празднования 8 марта он унизил свою будущую тещу и отказался ее поздравлять. Марина обиделась, тогда переехала жить в домик к маме, отказалась общаться с Чуевым и ехать с ним в Дубай. Марина очень рада примирению, сияет как чайник и с удовольствием утащила свои пожитки назад, как пишет Татьяна Владимировна. 5 марта свой день рождения отметил Николай Должанский. Он родился в 1972 году, его настоящая фамилия Кравцов, а окончил он философский факультет в МГУ. Поступил в аспирантуру и трудился в архиве педагогического университета. Он является собственником огромной трехкомнатной квартиры в Мариной Роще. С днем рождения, Колю! Также 5 марта отметили свой день рождения две прекрасные девушки. Бывшие героини Дома 2 это Надя Ермакова и Маша Адоевцева. Им исполнилось 32 и 31 год соответственно. Ксения Бородина тоже получает поздравления к своему дню рождения, хотя он у нее наступит только 8 марта. Участники уже поздравили ведущую. У ворот Ксению ждал Андрей Черкасов с шикарной картиной Рос. А когда Бородина подошла ближе к Лобному, то в ее честь зажглись огромные бенгальские огни. Муж Бородиной Курбан тоже не стал ждать праздников и уже сделал ей подарок к 8 марта и ко дню рождения. Он остановил свой выбор на роскошных часах известной марки стоимостью более 500 тысяч рублей. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на ютубе и на публичную страницу вконтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго! Субтитры сделал DimaTorzok